Приветствую, друзья! А вы знали, что все судьи в Российской Федерации являются инагентами? Да я шучу, шучу! А конечно же вы знали, но не все знают, что судьи не получают зарплату? Как? Спросите вы. Неужели они работают бесплатно? Ну тут, разумеется, с приставкой «бес», с буквой «с». Да я шучу, шучу. Я просто забыл добавить слово «все». Все судьи не получают зарплату. Да что же это такое получается? Слышу я голоса. Бедные судьи. Да как же они живут-то? На что кушают? В конце концов, дачу-то на что они себе строят? Ничего-ничего. Сейчас все объясню. Они просто самозаняты. Но не в России, а в Министерстве труда США и Великобритании. И вместо зарплаты они получают так называемое денежное вознаграждение от банков и через банки. Но о все мы прекрасно знаем, даже исходя из официальной информации, что практически все крупные банки в России принадлежат иностранным компаниям. Ну как принадлежат? Просто иностранные компании владеют контрольными пакетами. Да, забыл сказать, что все суды зарегистрированы в Международном реестре Гюрлиц вместе с их председателями. Еще пять лет назад я спрашивал одного председателя, как он это пояснит. И он ответил. Ну, угадайте, что он ответил. А он в ответе вообще ничего не ответил. Но не то, чтобы совсем ничего. Он, видимо, в детстве любил сочинять и выдумывать. И вот он выдумал такое. Он написал, что это просто случайное совпадение. И что он не может его объяснить. Ну так совпало просто, что председатель суда зарегистрирована в иностранном, так понимаешь, реестре каком-то там. Не надо так. Совпадение наименований данной компании Тагистровского районного суда города Нижний Тагил Свердловской области является случайным и не позволяет сделать какие-либо выводы по существу запроса. Вот все у них так. Случайно совпали все буквы до одной. Случайно луна не крутится. Случайно жизнь зародилась на Земле. Случайно видимый диск Солнца совпадает с размером.